Встретились нами в славе два титана начальной игры. Лейла и Мия однажды. О мастерстве Лейлы легенды складывали. До вершины мирового рейтинга добралась она. В игре нашла достойных себе противников. Яшира и Ташира вызов кинули ей. Что вышло из этой схватки легендарной, узнаешь в этом видео ты. Всем привет, это Бостон. Как ты уже мог догадаться, в этом видео мы будем смотреть, как играет топовая Лейла. В начале игры ее немного поджали. С одной стороны Мия, с другой стороны Селена. Мия попадает в нее обездвиживанием. Лейла ее добивает и тут же ее добивает Селена. Но здесь уже подошли союзники Лейлы и добили Селену в итоге, пока счет 3-1. Честно признаться, что Мия, что Лейла не самые лучшие стрелки на мифической славе. Тем не менее, некоторые игроки на них очень неплохо играют, даже на таких высоких рангах. Давай для начала посмотрим, что по составам. В нашей тиме в лесу играет Фанни, на миду Лилия, а на верхней линии Фовиус. Ромид Кая, который после бафа стал очень сильным. Во вражеской тиме тоже очень сильный состав. Во-первых, Леоморд в лесу, один из сильнейших сейчас лесников, да и героев в принципе. На миду Селены, кстати, я заметил, сейчас все чаще и чаще на мид берут магических ассасинов. По крайней мере, Госсена я вижу очень часто. Селену не так часто, но вот в этой игре она есть. Кстати, вот она попадает станом по Лейле. Сейчас ей снесет все хп. У нее остается очень мало. И как Лейла монтит от огненного выстрела? Селена это, естественно, так не останет. Летит еще один стан. Лейла пытается стелепортироваться на базу. Но Селена тут как тут нападает на нее. Делает вспышку. Лейла не попадает по ней Селена. Лейла использовала ультимейт. Прилетает еще один стан от Селены. Лейла монтит как можно. С другой стороны на ульте подходит Мия. Один выстрел. Лейлу добивает. Ей уже некуда было отступать. С одной стороны стояла ловушка. С другой стороны подошла Мия. И Яшира, Сташира убивают нашу Лейлу. Но ничего страшного. Общий счет хороший. 6-2. Продолжаем фарм. Вот как раз в этом заключается огромный минус Лейлы на мифславе. Здесь нужны мобильные герои. А у Лейлы нет ни рывка, ни какого-то ускорения. Есть, конечно, ускорение с первого навыка, когда она им попадает. А если не попадет, то и ускорения нет. В общем, уходить от ганков для Лейлы очень сложно. А на мифславе постоянные ганки. По эмблемам этой мифи берет эмблемы стрелка с первым перком. Все на максимальный урон и криты. Лейла набивает дополнительную голду на щитке башни. К ней уже подлетает вражеский атлас. Лейла успевает отступить. Кстати, здесь же пролетела уже ловушка Селена. Вот она еще одна летит. Снова не попадает. А Лейла продолжает фармить. Ей сейчас нужен максимальный фарм золота. Сюда подошла уже практически вся ее тема. Леоморд выскакивает из кустов. Все, минус Лейла. Здесь уже ничего нельзя было сделать, потому что вспышка была на кулдауне. Прошло уже 4 минуты. И все 4 минуты жесткий экшен на линии голды около Лейлы. Она проатаковала жучка. Наверное, в надежде на то, что Фанни его заберет. Хотя нет. Вот Лейла его забирает себе. 37 голды никогда не лишняя. Опять, кстати, пролетела рядом ловушка Селена. И вот она стоит еще рядом одна ловушка. А Лейла, в свою очередь, мастерски от них от всех уворачивается. И очень-очень аккуратно, стоя около своей башни, пытается фармить линию. Летит еще одна ловушка. Подлетел Атлас, использует тульту. Но Лейла тут же использовала вспышку и увернулась от тульты Атласа. Просто колоссальное давление на Лейлу. Неудивительно, что счет у нее пока 1-3-0. Но Лейла в начале игры играет совсем не на счет, а на фарм золото. Это мы сейчас по мини-карте видим, что и Селена, и Атлас уже ушли с кустов. А вот Лейла еще сомневается. Вдруг ее опять сейчас захотят ганкнуть. Ну вот она увидела, что движуха сейчас совсем в другом конце карты. И теперь можно играть более агрессивно. Против нее сейчас только Мия. Мия начинает атаковать Крабика. Лейла пытается его добить первым скиллом, но Мия первая ее отбивает. Видимо, прошел крит. Кстати, Мия тоже особо не выходит из-за своей башни. Вон она сейчас прячется в кустах между башнями. Не знаю почему. Наверное, чувствует, что сейчас может подлететь Фанни. И только когда она увидела, что рядом Атлас, она выходит из-за своей башни. На нее тут же летит Фанни. Убить у Фанни Мия не выходит. Зато Мия убивает Фанни. Вот это жесть. Атлас использует вспышку. Ультует нашего героя. Он понимает, что ему уже не отступить. Здесь еще подошла Селена. И последним выстрелом он все-таки добивает Мию. У него здесь не было никаких вариантов спастись. Но хоть Мию добил. Проматываем до воскрешения Лейлы. И она снова забирает жучка. Фанни на него даже не претендует. То есть этот жучок чисто для Лейлы. Дополнительные 37 плюс 28 голды. Подходит она к своей башне. Здесь раскиданы минные поля из ловушек Селены. Летит оглушение. В этот раз оно попадает по Лейле. И минус Лейла. Вот так вот. Яшира и Ташира пока ведут. И вот Лейла убитая, но не сломленная. Снова возвращается на свою линию. Она видит, что с другой стороны к Мии подошел Фовиус. Поэтому начинает на нее атаку. Мия сняла Лейле почти все хп. Но у Лейлы получилось попасть по непирым навыкам. И поэтому у нее увеличилась дальность стрельбы. Соответственно она смогла с большего расстояния атаковать Мию. У Мии просто немного не хватило дальности стрельбы. И Лейла выигрывает этот спарринг. Она снова забирает жучков. Забирает миньонов на линии. Но она еще не знает какой сюрприз ее ждет в кустах. Сам по себе Атлас один на один Лейлу убить не сможет. Ему нужно дождаться какого-то подкрепления. Вот он видит, что подходит Мия. Но ее там встретил Фовиус и Кая. У Мии, в отличие от Лейлы, есть ультимейт, который работает как очищение. Поэтому она смогла уйти и от Фовиуса, и от Каи. А Лейла, в свою очередь, от ульты Атласа уйти не смогла. И получается такой небольшой переломный момент для вражеской команды. Здесь вместе с Мией забрали и Каю, и Фовиуса, и Лилию. Счет у Лейлы уже 3-6-0. 6 смертей за 9 минут. Аааа, 7 смертей за 9 минут. Пакита немного постоял, подумал и вынес Лейлу буквально за одну секунду. Что делать в такой непростой ситуации? На Лейле ответ очень прост. В любой непонятной ситуации фарми золото. Этим наша Лейла и занимается. Внимательный зритель заметит, что пока Лейла была на базе, почти вся вражеская тема полегла. Но не спеши писать, что тема затащила, все еще впереди. На 11-й минуте Лейла потихоньку начинает забирать свой лес. И я прежде всего говорю про красный баб. Дело в том, что красный баб ближе к лейту, намного эффективнее для стрелков, чем для той же Фани. Поэтому если ты играешь на леснике, не стесняйся отдавать свой красный союзному стрелку. Лорд идет по центральной линии, а Лейла зачищает нижнюю линию, чтобы примерно одинаково пушить все линии. Здесь на нее идет ганг, Атлас ультует в одну Лейлу. Причем не просто ультует, а ультует через вспышку в одну Лейлу. Я, конечно, все понимаю, но у Атласа, похоже, какая-то дикая ненависть к этому герою. При этом вся союзная тема Лейлы в это время находится практически на вражеской базе. Хотя, возможно, Атлас просто знает, кто здесь самый опасный герой. С лордом у союзной темы получилось пронести практически все вышки, но оно и понятно. Вражеская тема занималась тем, что ганг кала Лейлу. Ну а Лейла в компенсацию продолжает выносить миньонов, крипов, вообще все, что видит, чтобы нафармить еще больше золота. Забрала она снова красный, идет замес, Пакита убегает от Каи. Лейла очень аккуратно подходит, стоит на дальних позициях. Тут нужно понимать, что ты на Лейле будешь приоритет номер один для вражеских героев. На самом деле, Лейле, наверное, еще повезло, что во вражеской теме в лесу не Линк или не какой-нибудь Госсен. Но, кстати, урон у Лейла, даже несмотря на такое количество смертей, очень хороший, и она 1900 крит наносит вражеской мие. У врагов живых остается лишь Селена, она кидает, неплохо кидает свои станы, но идет только 13 минута, и время воскрешения врагов достаточно быстрое, поэтому они успеют воскреситься до того, как миньоны подойдут к их базе. Лейла, в свою очередь, продолжает выфармливать по максимуму, она уже собрала комбинацию на крит и злобный рык, то есть сейчас она будет много урона наносить даже вражескому атласу. Появился следующий лорд, но синяя тема сейчас в меньшинстве, потому что около вражеской базы забрали Фовиуса. Правда, Кая забирает Селену, но и Кая убивают. В итоге 3 на 4. Лейле приходится немного отступить от лорда, потому что ее могут здесь быстро забрать. Она попала первым скиллом, выносит атласа за несколько выстрелов, минус мие, минус леоморты, и в итоге лорда забирает синяя тема. Всю игру Лейлу ганкали, Лейлу убивали, но благодаря грамотному фарму голды она наносит очень высокий урон. Сможет ли она пронести вражескую базу вместе с Лейлей? Вот, кстати, тот самый Пакита, который вынес ее в прошлый раз за пару секунд. Лейла уже приготовилась атаковать вражеское главное здание, но тут Селена попадает в нее оглушением. Подходит Пакита, Лейла тут же использует вспышку, атакует Пакита. Минус Пакита, он тоже использовал вспышку, но выстрел Лейлы его догнал. У Лейлы осталось достаточно мало ХП, поэтому она отхиливается на вражеских бафах. Лорд уже почти на вражеской базе, тут идет файт, Лейла подходит, начинает атаковать, но она первым скиллом в этот раз не попала Палеоморту, поэтому немного не хватило дальности, зато в нее попадает ловушка Селены. Снова очень мало ХП у Лейлы. Надо как-то попробовать вынести главное здание, но миньонов рядом с ним нет, поэтому уничтожаем башню. Опасно, очень опасно, мало здоровья, поэтому Лейла идет к синему бафу, чтобы от него уже восстановить ХП. Держим дистанцию, чем дальше, тем лучше, потому что чем дальше, тем выше у нас будет урон. Ну а то, что синий баф немного отходит, ничего страшного, урона хватит. Забавно, что пока Лейла била синий баф, убили практически всех ее союзников. А из-за того, что оглушение Селены прилетело через Атласа, его практически не было заметно. В итоге, Каю тоже забрали. Проматываем до времени воскрешения Лейлы. И, похоже, настал момент мести. Подлетает Атлас, не задевает Лейлу, потому что она немного отступила, она в него всаживает ультимейт, минус Атлас, и добивает его точным выстрелом. На такой стадии игры Лейлу остановить очень трудно. Уворачиваемся от стана Селены. И еще раз. Мия подрубает ульту, начинает разносить. Минус Мия. Ну а тут Лейла очень вовремя использует вспышку, чтобы ее не добил Пакита. Нужно все-таки да вынести вражескую базу. Снова прилетело оглушение от Селены, немного не хватило ей урона, чтобы добить Лейлу. Но Пакита все-таки нас выносит и заодно забирает Лилию. Проматываем до воскрешения. Вражеская тима забирает Лорда. В этот раз Лейла даже не пойдет его забирать. Ну и правильно делает, потому что в кустах уже ее ждали Селена с Пакита. Лорд идет по верхней линии, попадает оглушением в Лилию. Минус Лилия, но Кая хватает Селену. И Лейла ей сносит практически все ХП. Сейчас нужно защищаться 3 против 4. И при этом нужно как-то уничтожить Лорда. Не попали первым скиллом. Опасно. Здесь может Пакита нас быстро забрать. Вдруг непонятно откуда влетает Атлас. Использует на нас ультимейт. Тут же используется вспышка. Отступаем, продолжаем атаковать. В итоге получилось защититься не только от Лорда, а также вынести практически всю вражескую тьму. Кстати, интересный факт, что этот игрок к концу игры меняет обычные ботинки на ботинки Роумера с острым ударом. Я не знаю, успевает ли на них накопиться пассивка, но я думаю успевает, иначе бы этот игрок их не собирал. В итоге дошли до вражеской базы, минус Селена, и Атлас уже здесь ничего не сможет сделать, кроме как ультануть, но это ему не поможет. И мне кажется, это тот случай, когда статистика не показатель, потому что в лейте затащила именно эта Лейла. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok